просто ходим просто ходим сейчас уходим 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 ой ничтоси это хоть что такое было то а я себя снимаю я себя снимаю да тут выйдем или там надо вроде смотрим все разрушено наглухо я ведь ему ничего не тащим собой там а мы туда и не полезли я прекрасно понимаю алла корид лампочка значит эта штука под сигнализации значит это какого она рабочая чем не туда лезть а нет нету я просто многодетный отец многодетный отец и так получилось что мне родители к сожалению не оставили ничего как большинству не нет я я снимаю сам себя вот вот я людям за твой вопрос вот приходят да и начинать ходят это я ребят ну вы прекрасно вы туда заходите да там уже демонтируется все там демонтируется там видите дверь открыта чтобы проверить это было там осталось немного аппаратуры там и демонтирует а тут остальное все действует нет мы ничего не пишем просто смотрим как чего вот у меня есть гараж да я не спорю если туда кто-то зашел мне бы не понравилось я вам скажу больше мысли по центральной улице вот сейчас я смотрю там машина стоит а так мысли по центральной улице игры суши никого нету я говорю ну вышка понятно она как рабочие но мтс овская или там белая русская или еще что-то вот такой я говорю наверное все брошено хотя идем я говорю блин травка покошена я грязь травка покошена значит кто-то смотрит за этим я говорю я не противник ладно вы уже порвали эту колючую проволоку всю сейчас смотрите сейчас такая тенденция пошла вот вам сколько лет вот мне к сожалению только полтос вот я думаю скоро вас догоню это так вот сейчас такая тенденция пошла сейчас молодежь вся да она прет на заброшке там где все искалечено все поцарапано там это кота оттуда ушли люди правильно понимаете вот я выхожу из леса меня тут древности я там нахожусь в лесу с ней сходом и да раз идут они меня не видят я выхожу идет девчонка с парнем тоже с этим яру молодые люди вы куда я фото модель вот приехала по тропируется я ордите будь тропируется а вот державая дверь я была его не могу фотографироваться я говорю что совсем что ли или они они как вот приходят видят меня да что я кто то ездит они рад заходят с той стороны угла ага я пошел туда вот гуляю по объекту пошел туда они за мной идут туда я пошел а я там они здесь начинают лазить текут меня я обратно они туда и доходит от того что они теряют меня из виду я прохожу там меня капушки все настоят они лежат под этими капушками фотографируются я говорю ребят ой а мы вас проморгали понимаете или нет ну они молодежь вот я допустим я старый я говорю да ради бога ловите меня хотите вызывайте там полицию еще что-то нет я я это к тому что я говорю мне зачем бегать я ничего правозаконного ну не совершил да нет не на трое уже да это на держи короче только себя снимать пока они разбираются это понимаете у меня как бы есть паспорт я вам могу сказать я же ни от кого как бы не скрываюсь соответственно это обыкновенный лэмп просто а это про сигару коробка не нормально а то вечно вот так без шопы не ну поймали вызвали уже звонишь им другой раз они говорят он говорит как вы такую звонишь ну их нахуй они заебают мальчик ты извините я ругаюсь ты нормальный они уже заебали ну чё мы забрали их ну приехали забрали да ну тут даже на машинах заезжали приехали замок сломали замок я прихожу их тут накрываю молодые пацаны три пацана и две девки я говорю ну чё ребята милицию вызвали он говорит ну чё ну чё вам сделать с ними они ничего это не украли пока у них ничего нету я говорю ну чё вам делать с ними он говорит ну давай говорит то что замок поломали сколько там будет стоить это пусть восстанавливают даблигаты от Москвы были со мной пришли приехали он ему на карточку скинул это деньги на замок он говорит дядь Петя он мне сейчас скинет деньги со своей карточки на мою говорит я вам отдам деньги на замок ну и милиция говорит ну чё ну составили протокол говорит ну мы их заберем сейчас там побеседуем с ними ну проведем работу ну они палочку поставят что они провели работу и тире-пире-пире ну толку я говорю вот людям говоришь ну пришел ты на дверь скажи чё ты хочешь это узнать что здесь было давай я тебе расскажу да вот люди которые рассказать это мало не я понял рассказать это мало вот допустим уходим отснять вот мы там походили место нашли там кто-то жил там это даже нашли это как вот печатная машинка я говорю блин она вся заржавела короче ну просто это как вот ну люди ушли и бросили ну понимаете нет как вот дали команду увидал какая-то ящерка побежала эх ты все проваргал это это понимаете дали команду все сворачивать свернули вот оставили нас здесь охранять потому что там еще аппаратура есть вот действует это напротив узлы связи остались но они под сигнализацией ну это а там открыли дверь что просто она уже проведывалась потому что вы видели мы отсюда вышел и такое перепад давление был прям вообще бог да да оттуда захочешь и как из холодильника выходишь прямо на улиц как как микроволновку падаешь ешкин код потому что конденциат влага нужно чтобы сквозняк чтобы продавали и расписали ее надо сдать понимаете нет это все вот приходят и играют вот такие взрослые мужики как вы приходят квест квест это да вы там видели на стенке написано это и такие такие маленькие это циферки такие как маг они играют там 17 18 там синей краткой на этом написано а там вход туда где аппаратура стояла там и стоп все они туда не ходили вот они только играли где это они пришли можно поиграть можно тут приходит пинг-понг этот поиграть пинг-бол 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 там и шариком и краской как-то вот я ребята там стоит это еще аппаратура вот как уберут пожалуйста приходите поиграйте опять же с разрешения командира так я не могу сюда пустить это на самом деле опасно так играть там же много штырёй если мы допустим ходим так мы ходим хоть ну вот так вот ну аккуратно это а они-то ведь в игре не заметят это упал на штырь пробил себе там сердце и все и будешь лежать там все правильно я говорю вы понимаете что вот тут вы вот тот мальчик что там а вот вот между этим там яма есть видел да я ее накрыл бочкой а кто-то взял эту бочку скинул мне надо ее брать туда поставить эту бочку я ее не стал закрывать потому что пацаны ходят я говорю я им показываю смотрите видите упадешь и ты тебя хрен вытащат сломаешь себе голову там яма там он яма там вторая яма прикрыта просто железкой травой заросло я говорю ребят вы эту ну хотите узнать вы подойдите поговорить спросите я вам расскажу что где где можно пройти где можно нельзя ходить мне не то что это вот это вообще старый советский дом он видишь как сделан у нее стена сделана из таких речек вот и зашпаклевано все заштукатурено да это вообще наверное годов 60-х если не 50-х это еще строено при Салине вот эта часть заступила на боевое дежурство 51 марта 1953 года уже это современное уже так видно согласно указу президиуму Верховного Совета РФСР заступили на боевое дежурство